Кем оказалась жена Шатца Татьяна Лазарева? Правда, не знал даже муж. Татьяна Лазарева заявила о желании вернуться в Россию. Телеведущая Татьяна Лазарева в YouTube-шоу «Живой гвоздь» призналась, что все чаще задумывается о возвращении в Россию. При этом она не собирается извиняться за сказанные ранее слова в отношении людей, поддерживающих специальную операцию в сопредельном государстве. «Я малообразованный человек и, как сибирская дурочка, не понимаю, что делать. Я буду жить в своей стране, но пока ничего не понимаю. Надо совсем разобраться», — поделилась подробностями Лазарева. Ее высказывание подтверждает и тот факт, что знаменитость не торопится прощаться с оставшейся в Москве недвижимостью. Когда именно она хочет вернуться в Российскую Федерацию, Лазарева уточнять не стала, но в этом желании супруг Михаил Шац ее не особо поддерживает, поскольку в настоящее время он поселился в Израиле. Ранее Шац говорил о том, что «остался бы в России только при одном условии, если бы дочка изъявила желание жить на родину, но было принято совместное решение покинуть страну», — объяснял телеведущий. Переехавшая в Испанию 55-летняя актриса театра гено Татьяна Лазарева является матерью троих детей. Дочери Софья и Антонина появились на свет от Михаила Шацца. А вот об обстановке сына Степана сама знаменитость предпочитает не распространяться. В одном из интервью женщина говорила, что папа мальчика является подонком, который испарился сразу же после зачатия. По одной из популярных в интернете версий, этим нехорошим человеком может быть 44-летний Алексей Панин. Вчера Михаил Шац вспомнил об этой истории в очередном выпуске YouTube-шоу на своем канале. По словам артиста, он всегда воспитывал Степана как родного, хотя в какой-то момент он стал феноменально похож на Панина. У нас на большом комоде стоит масса семейных фотографий, среди них и Степана. Как-то ко мне приехали друзья и спросили, что здесь делает фотография Панина. Я говорю, ребят, идите знаете куда, наверное я могу отличить моего сына от актера, рассказываю эту историю Степана, а он мне, пап, ты свихнулся? Это же был Панин. Оказалось, что надо мной посмеялись, поменяли фото Степана на снимок Алексея Панина. Я заметил это только через три года, признался Михаил Шац. Гостем очередного выпуска передачи на канале артиста стала 38-летняя Ирина Шихман. В программе затрагивались многие сокровенные вопросы, в том числе пикантные. Михаил Григорьевич намекнул, что у него была весьма бурная молодость. И справку о наличии венерических заболеваний он спрашивал только после проведенных встреч. Примечательно, что сам Михаил Шац обосновался на постоянном месте жительства в Израиле, а вот Алексей Панин переехал именно в Испанию, где сейчас живет по соседству с Татьяной Лазаревой. Многие убеждены, что это не случайно. Согласно популярной в интернете версии, в какой-то момент Панину все же удалось сблизиться с семьей своей бывшей любовницы, чтобы иметь возможность общаться с внебрачным сыном. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!